Вторая игра между Вичи Гейминг и Кенгейминг. Драфты на ваших экранах. И снова нас в Китае радует новыми персонажами. Сегодня у нас не было еще ни одного из них. Это Keeper of the Light и Венга. Коттл это как раз, я говорил, что LGD очень любили с этим котлом поиграть, но походу в Китае он популярен. Потому что очень часто он заходит на первую стадию драфта и с ним коллективы играют довольно-таки мощно. Причем это быстрая игра с котлами. Интересно посмотреть, как это будет выглядеть. Двойка вот эта Коттл Эмбер у них популярна. Ну посмотрим, что тут будет. То есть котл это и потенциал в тимфайте, особенно если давление какое-то идет. Это его ультимейт очень неприятный. Это и постоянно, что важно, есть мана у тебя в атаке. Тебе не нужно куда-то там далеко отходить. И для Эмбера перезарядка важна бывает. Фисты дал, перезарядился, еще дал. Минус полстолба у всех. Вот то, что пак отдают, мне вот это не особо нравится. Да, пак может стать проблемой. Также, ну уже предчувствует какое-то давление кингейминг, поэтому они берут себе андерлорда. Это уже такая защита, в принципе, и венга. Вот венга это интересный саппорт со своей вот этой необычной аурой, с вапом. Причем под пакой это прям такая комбинация хорошая и в начале игры, и под лейт. Подогоним это вообще очень сильно. Подогоним. Гарантированно 4,5 секунды стана. Еще, как правило, позиционка рвется. Ух ты, какой здесь. Слушай, давлением прям каким-то, супер давлением пока не пахнет. Именно пушем, потому что он все-таки котл, шейкер, эмбер. Интересно, интересно. Как сюда шейкера затесало. Туда еще может затесать, на самом деле, нэч с профита. Вот это все. Вич и гейминг. Чтобы супер активная прям игра была. Шагут, эти пики я видел. В LGD. Там был шейкер, там был котл, там был эмбер, там был нэч с профит. И еще плюс ко всему, там был баунти хантер. Ну, баунти хантер там зашел против Рики. Законтрить, но все равно. Это тоже очень активный парень. Против Рики, против Чена. Такие вот герои были о ошенов. Здесь баха уже не будет. 100% морф. Возможно, нужен сейчас персонаж в третью позицию, который будет собирать первым артефактом Весел. Ну, вообще, эмбер спирит может собрать Весел себе. Здесь для морфа очень хорошая игра, потому что ты видишь уже шейкера, который будет довольно-таки пассивный суппорт. Соответственно, и потенциально превратиться в него можно. И, кстати, очень прикольная тема. Можно превращаться морфом в андерлорда. И если ты в форме андерлорда делаешь фраги, то тебе капает в ауру вот этого плюс урона. То есть на всю игру перманентный баф. Это очень сильно. Сейчас вичи гейминг нужно задуматься, чем этого морфа останавливать. Ну, я думаю, что Весел Эмбер может купить как раз-таки. Ну, ему иул здесь нужен, мастхев, просто первым артефактом, потому что если он начнет Весел собирать, его пак будет контрить на протяжении всей игры, потому что его поздно появится. Весел довольно-таки дорогой артефакт. Он стоит... Ну да, он не самый дешевый. Довольно-таки много. Свиток и урну целые. Да, прям морф поставил в тупик. Немножко. Хотя сами любители морфа Вичи Гейминг. Может, знаешь как, может они... Ого! Вот это прямо очень интересно. Может, сами Вичи Гейминг хотели морфа Шейкера поиграть, а им тут вот так вот обломали карты. Ну, Веник родился внезапный. Это на третью позицию. Это неплохой вариант. Виномансер Шейкер, такой лайн хороший. Ну, это сразу мы видим. Как бы билет такой в один конец. То есть, если Веник не наберет темп, то это же юзлис персонаж вообще. Ну, это герой был взят просто, чтобы лайн свой не проиграть морфу, потому что, опять же, шейкер очень пассивный. Он не будет морфу неприятности доставлять. Он не ржевик, он просто может дать фиссуру и все. Поэтому тебе нужен такой универсальный парень на трешку, который будет еще морфу ломать лицо. И вот Виномансер, он один из них. Плюс, как всему, он танк будет по игре. Ну, такой, соберет всякие там странные айтембилды. Вот эти вот веники собирают. Всякие какие-то неадекватные какие-то вещи, на первый взгляд. Но это все работает как раз-таки. Какие-то форстафы, как раз-таки урны. Вот все вот это вот на веники нормально заходит. Пока снизу драфт, он как бы такой балансный. Мне довольно-таки нравится. Вот именно, если вот все элементы доты брать, да, от постановки лайнов, как они будут смотреться до выхода в мидгейм. Какой кор на первую позицию лежу? Есть вроде такой танк-веник без контроля, но контроль есть у Шейкера. Коттл на четверке, такой тимфайт неплохой. Всегда можно какой-то антимага сыграть. В лансера того же. Но Морф очень любит против лансера собирать такой драфт, как билд, то есть этот билд как диффуза манта. Нам превращаться сам в лансера. Неплохо это работает. И... СФ. СФ, ну да, тогда Эмбер Коттл лайн у нас получается. И Мэйби, не Мэйби, то есть Ориен и СФ. Мэйби. Ну и это еще и добавление такого пуш-потенциала. И маг-урона, и... Вообще, СФ очень универсальный герой. Может и физику делать, и магию, и по вышкам бить, и быстрее бегать. Но это темп все равно. На героя смотришь, это темп. Это Эмбер под Котлом. Будет быстро. Это Шейкер. Будет прикрывать это все. Если ты темп наберешь, ранний даггер, опять же, для драг. Веник, который будет напрягать морфу на лайн. И СФ, да, который супер универсальный персонаж, как бы в любом драфте всегда. Поэтому... Вич и гейминг довольно-таки быстро здесь могут выиграть. Но, опять же, если затянется, то тут, опять же, вот эти комбинации с паком. Андерлордс, большим количеством ауров. Ну и Морф, да. Этот герой, который суперсильный в лейтгейме. Поэтому будем смотреть, как это все. Берем с Кунка еще, да. Неплохой вариант. Нужно что-то еще было попрочнее сделать. И так вот. Пак в итоге у нас... Флейнер, получается... Нет, пак в суппорт. Андерлорд, афлейнер. Кунка, мид. Ну, такой непробиваемый драфт решили взять. Прям Андерлорд и Кунка. Если Андерлорд купит себе всякие там... Кираса... Ой, не Кираса, а игры в зэпайп. Кунка возьмет, как раз там, БКБ Кирасу какой-нибудь. Аганим. Очень непросто будет с этим драфтом справиться. Ну, вообще, драфты и там, и там неплохо. Снизу темповый, сверху такой более лейтовый. Но, не знаю, мне пик кингейминг больше нравится. Мне кажется, вот они должны вот это перетерпеть. Потому что у них есть все ресурсы на то, чтобы подраться нормально. У эсэфа будет проблема, да? Потому что он с Кункой будет стоять. Опять же, вот это движение от пака в миддл будет постоянное. Чтобы эсэфа убивать эсэф очень... Мягкий герой. И его Кунка ему легко может ловить. Опять же, только что и получается разументальная смерть. Мне очень интересно посмотреть именно на Виномансера. Вот какой его импакт будет вообще в этой игре. Что он сделает? Виномансер на тройке. Какая у него будет раскачка? Какой-то имбилд? Потому что Венька, конечно... Персонаж, у которого нет ни берста, ни контроля. Но если он засноболится, то он всех просто выжигает своим ядом этим. Причем, кстати, против Кунки это неплохо работает. Потому что ты кидаешь яд, он висит долго. Когда корабль Кунки заканчивается, в этот момент все сгорают от яда моментально. Ну посмотрим, давайте. Проигрывать линию на таком персонаже вообще нельзя. Потому что проигрываешь линию, и все, можно... Ну да, пиши, пропало. ...левать. Ладно, опять пауза у нас. По фасту там сейчас все решат. Все технические вопросы. Можно по билдауну пройти. Что интересно у нас есть? Интересно, у нас есть шейкер с тапочком у нас. Будет двигаться очень много. Без манго, просто через Clarity Portion и будет играть. У ребят из King Gaming. Что из интересного? Из интересного ничего. Нету, он пак Базилис будет выходить на четвертой позиции. Все. Больше ничего такого. Ждем? Жду закуп веников посмотреть. Как раз он дискнулся. Бенда Менсор. Ничего не купил. Все-таки, конечно, стоит еще делать такой вот корректировку на класс команд. Драфты драфтами. Но Вич и Гейминг могут на классе здесь передавить кино. В принципе, как и в прошлом. На прошлой картине это сделали. Где? Где-то тут не хватило, где-то там не хватило. И вот уже бегает в ВК, которого ты убить не можешь. Два блокбара и все, ты проигрываешь игры. Хотя все вроде неплохо было у Кенов. Лайн они хорошо стояли. Волк там с Гримстроком хорошо работали на своем лайне. Убивали людей. Но в дальнейшем это все не вышло у них. Так, какой расклад вообще будет ближайший? К ССФ-ом ровненько стоит мидл. Пак с андерлордом против... Кунке очень приятно стоять на миде. Он именно за Радиент. Он вот если... Хорошие кунки умудряются подфармливать два спота сразу. То есть он стоит брингером, выманивает вот этот вот спот. И бьет еще и вот по этому споту. То есть это я часто уже вижу. За дайр такое сделать невозможно. Потому что здесь только один такой спаун. Далеко находится. Да, все остальные находятся далеко. Не, ну сверху, сверху можно делать. То есть тебе наверх нужно уйти и ударить. Вверх сильно дальше находится. То есть ты там можешь, но это прям полноценно уходить с линии. А здесь как получается? Он типа подфармил быстро лейн. Допустим, у крипов вражеских нет. И он буквально зашел сюда и сделал это за очень-очень короткий отрезок. По времени, да. Для дайр больше. Так, верхний лайн у нас будет Underlord пак. Что ты хотел сказать? Underlord пак против Эмбера котла? Посильнее, наверное, Underlord будет фармить. У нас хорошенько пак будет выигрывать свое противостояние против котла. Да и еще Эмберспирит напрягать. Underlord тоже с бешеным ордом должен доминировать. Снизу Вингаморф. Вот тут вот нужно быть очень агрессивными ребят из Вичи Гейминг. Очень слабое. Слабовато, да. Слабовато, но отсюда нельзя уходить ни в коем случае Шейкеру надолго. Я понимаю, что он будет двигаться. И двигаться он будет активно. То же самое и там Мидл пытаться как-то помогать своему эсэфу. Потому что это нужно делать. Патрикайла всегда можно забрать героя. Но очень аккуратно в это время нужно быть Виномансером. Потому что стан от Fengeful Spirit. И этот худенький Виномансер, агильщик, он ментально отлетает от Морфа. Да. Ну вот он, Виномансер, забирает себе статы. Все, статы. Наверх, это хедреска у Винги. Но в Орфе хорошо будет работать хедресочка. Пока что сверху хотят баунтирум отжать. Пиф уже тут бежит у нас. У Папарацци какой-то очень интересный эффект. Такой вот. Под ногами. Так, так. Он на ком? Он на Эмбере, да? А, вижу. Какой-то песок. Какой-то песок, да, непонятный. Начинаем с шмотка ванпостов. А, это не песок, он же огненный, это искренно. Да, там у него какая-то шмотка со вторым уровнем. Кстати, в подарок полученный. Вандеринг Флейм, ну да, волшебное пламя. Размен ованпостами. Прикольно, конечно, если добавить, допустим, в начале игры, чтобы первый тик тоже давал немного экспы. Такое чувство, вначале будет замес лютый. За эти ованпосты. Еще и за баунтируны надо дираться. Ну как раньше, за баунтируны бились. Прям на регулярной основе. Пак забирает. Раз, два, три. Два-два. Два-два. Да, два-два пока что. Блок от шейкера снизу сразу моментально. И встретимся мы у... Почти тир-одина, если хороший блок еще будет. Но это прекрасно понимает Морф, это прекрасно понимает Эрика, и он моментально блочит. Классик, да, уже когда видишь шейкера, что нужно блочить крипов. Знаю, вот одного крипа сразу быстро тут... Это очень круто, что он выписал этого крипа. Еще и рейнджа выпустил. О, а тем временем каким-то образом Кунка умудрился Курьера слить. Да. Вот, микромомент опять. Сливаешь Курьера. Почему ты сливаешь Курьера? Минуту сейчас без... Ну ладно, это не так критично, то, что на минуту будет. Но... У него фласки нет. Неприятно. И сэфа может просто макоми закидать. Странно, конечно, да. Как-то... Очень странно, что он там все такое... Притаранил. Сэф уже второй, дэмэдж уже набирает. Неплохо. 7-1. Пори. Да. Не, ну, сегодня у Ори в форме. Рейнджа еще, вон, смотри. Оп, и этого тоже. 7-3. 7-3. Ужас. Ужас. И Рейнджа еще сейчас сам. Даже не стал рей стратить. Кунка что-то вообще... У меня Кунка кто-то в свой лайн уже будет выигрывать. Тут его уже не догонит Кунка. Не хотелось бы цитировать, но вот реально на очке такой Кунка немножко. Он так побаивается. И тут, и тут в итоге вообще все отдал. 9-5. И Курьер. Да, и Курьер только поедет сейчас. Кот только возродился. Фласка уже должна ехать, потому что... Еще чуть-чуть, и он тут на лайне крипам вообще перестанет подходить. Ну ладно, камбэкнет. Камбэкнет, камбэкнет. Но не в этой игре. Да нет, тут уже трудно камбэкти, когда SF тебя так доминирует, это уже все. Он тебя просто на хайграунде будет держать. У тебя сейчас фласка приедет, ты выпьешь фласку, тебе сейчас еще два кайла влетит моментально. SF какие-нибудь мангусы, наверное, привезти все еще, чтобы просто вот он... А, ну он уже пошел в боттл сразу. Фишка в том, что SF добил трех рейнджовых крипов. А, он мангусы вот привез. Он привез как раз мангусы, чтобы все, чтобы здесь все закончилось в кунке. Там еще одна фласка есть. Пей. Изи. Вот мангу. Не-не, тут жесткая прям агрессия от Ори. Прекрасно это понимает. Что он свой лайн уже выиграл со старта, и он кунку тут просто крипов не подпустит. Написали на левел, на разницу по левелу. Да, уже почти уровень. И еще продолжается Дэнай. Так, Дивай тем временем забирает пака еще. К тому же на котле. Я хотел посмотреть как раз, как котел раскачается. Здесь вот чакра. Сейчас модно стало чакру кидать на оппонента. Вспомнили об этом. Что этот монолик сделали обратно к котлу. Но нет, здесь конечно имберспирит в основном заливать. Я все на мидл смотрю. Я просто смотрю на этого эсэфа, который просто фласки себе таскают расходчики. Давай раскладимся вместе. Тут как просто кунка 9-0 против этого эсэфа. Вообще ничего не может добить. Еще фласка. Третий левел. Пингует уже. В три раза по крипам. Сейчас четыре будет обгонять. Ну да. Там девять крипов, а там сейчас сколько? Треть шесть будет. Четыре раза. И еще рейс. Там забрали тем временем Вингу. Но тут нельзя загуливать. Тут очень сильный лайн. У Веномансера очень хороший выбор персонажа был. Под шейкера это всегда очень круто смотрится. Да, вот конечно что делать кунки. Ну все вот эти вот фраги на линиях. Это настолько. Вот если прям какая-то линия совсем конечно не зальется. То это все будет иметь минорное значение. По сравнению с тем, что происходит на миде. Потому что то, что происходит на миде, это фактически... Ну зачастую это проигранная игра. Просто вот когда ты настолько сильно отдаешь. И еще инвест. Еще инвест. Боттл сейчас до конца выпьет. Единственный лучик света, который происходит на карте, это происходит на верхнем лине. Но мы это уже все сказали. Что там Пак и Андерлорд, они свой лайн должны доминировать. Но Эмбер Спирит, он может добраться сюда, он активный персонаж. Да. Все равно как бы фармит этот Андерлорд. Пак гоняет там неплохо. Но Эмбер активный. Он на шестом пойдет и он сделает свои киллы. Из-за этого он камбэкнет. А Андерлорд так не сможет сделать. СФ просто выселил кунку. Мор снизу. А нет, я думал его там бьют. Еще кунка переехал в леса и здесь что-то шейкер приходит. Кунка даже уже лес не может нормально фармить. Курьер еще минус будет с удара. Ой-ой-ой. И пятая минута сейчас баунтируна. Ну, 2-2 по баунтирунам должно быть. Хотя бы здесь отработает. Верхняя линия все-таки работает. Но СФ просто 32 на 22. Это такой колоссальный перефарм. СФ там какой? СФ шестой. Кунка бежит на базу 4,5. Ну, вообще без вещей. А СФ тут уже с ПТ-шкой сейчас будет скоро. Он все просто, все добивает. Ну, конечно, там уже третья пассивка. Третья некромастер. Ну, это тренировочка какая есть. А когда берешь на меди, ходишь крипов там подобивать, тренироваться, ты берешь СФ и добиваешь, как бы добиваешь всех крипов. Тебе нужно добить там 30 на 30. Такая тренировка издать. Или там 50 на 50. Это трудно сделать с самого старта, да? В первой пачке особенно. Дальше уже легко идет. Заменять неверно можно, мне кажется. Сейчас уже товар будет давить потихоньку. Да, еще раз. И кунка, самое главное, вообще ничего сделать не может. Чакар сейчас еще ему котл подальет, да? Ого, нормас. Чтоб побольше мана было. Так, ладно. Этот лайм неинтересно. Товар на волны рон и поздно упадет. То нужно три героя, чтобы убить эту СФ сейчас. Ну а на других лайнах что? Там андерлорд против Эмбера. И Эмбер нормально, абсолютно фармят. Не проседает. Ну и снизу мы видим веник 26-14 против морфа. Ну вот снизу, да. Снизу, конечно, тоже тяжелая ситуация у кенов. Тут веник прям заноминировал. И, кстати говоря, вот он весел будет. Уже, смотри. Урна и винлейс. То есть насколько быстро появится весел. Да? Сверхбыстр. Нужно против морфа прям, и морф не сможет нормально биться. У него и так на лайне, посмотрев вообще, что происходит. У него и у кунки. У него крипов меньше, чем у кунки. Он не может на лайм подходить вообще. Потому что очень круто играет виномансер без этих змеек. Просто первую, вторую и все. Иди сюда, морф. Выбор идеальный был. Вспомни этого виномансера. Для исполнения Янга она всегда не подводила. Мы помним, народный MVP на эпицентре, да? Который получил у нас Миракл. Но на самом деле, по шуму, Янг. Янг там просто мощно доминировал. Морф прогорает от веника. Веник максимально ядовитая сборка. Ой-ой-ой. Минус курьер. Пошла ульта от веника. Самое главное, что минус морф еще. У нее просто перекачка закончится. Да. Янг собирает фраг. Тут даже шейкер не особо был. СФ, посмотри, где СФ. Как он бегает. Три героя пытаются поймать, что Элла есть у Кунки. И тут должны его забирать. Крест. Корабль. Слушай, ну это фит от СФ'а сам настоящий. И он еще и рейзом не попал. Это суперфит от СФ'а. Что он вообще сделал? Зачем? 214 голды за него всего дали. 214 голды за такого СФ'а. Да, это странно. Это очень странно. Что, почему? Почему так мало? 214 пак, у остальных вообще по 48. Смотри на творцы Кунки и морфа. Они вместе с шейкером на работе. В любом случае, СФ зря это сделал. Вообще, зачем он туда пошел? Если бы он там всех троих убил, было бы, конечно, эпично, да? Но это такая заливка сейчас. Но он дает хоть какой-то шанс. То есть, Кунка мог вообще там не всплыть. А теперь СФ ему просто взял и говорит, на, подарок, пожалуйста. Да? И Кунка на топтер смещается теперь. И тут поймать кого-то, но нет. Парат тут уходит. Сейчас прилетит сюда. Ведь это Кунка, он сейчас, он реально, он возьмет БКБ, Аганим, Кирасу. И потом ты уже сам взводишь, потому что он с этими артефактами абсолютно неубиваемый под кораблем. Кунка? Да. Но ему надо взять эти артефакты. Ну да, но я потому что... Только-только появляется Физом. Потому что фидить это СФ уж точно не стоило. Восьмой уровень. И после этого ультимейт можно уже будет качать. Ну, ты представляешь, на это смещение опять. Вот о чем мы говорили на прошлой карте. Как у нас двигаются папарацци, как двигаются Ори. То, что они когда получают какое-то преимущество на лайне, а СФ получил колоссальное преимущество, они начинают помогать своим флангам. Которые как раз пытаются найти вот эти келлы на слабых персонажах. На суппортах, которые бегают третий-четвертый уровень, которые он там с двух-трех рейзов может убить спокойно. Это очень сильно отличает эту команду. Отличает стиль этой команды от других. Янг. Пловит здесь у нас пользу новую. И здесь его могут тоже забрать. Скорее всего, должны убирать. Хотя 800 хп-стиков у него нету. Должны его здесь забирать. Шейкер, вот, как раз о том, о чем я говорил. Нельзя ему надолго с этого лайна уходить. Он буквально чуть-чуть отошел, там стакнул СФ, и вот уже веник погибает. Слушай, ну это какой-никакой шанс. Какой-никакой. Нельзя так преимущество терять. Ты очень круто доминируешь все, и отдаешь вот эти кисольные киллы. Да, представьте, если бы СФ вместо Фида просто пошел бы еще пофармил, он бы сейчас уже 5к имел, и кунг бы имел меньше. Так, тут заход. Урну на шейкера повесили. Сайлент сдали. Винга подходит. И к 10-й минуте 3 баунти-руны. Плюс шейкер. Плюс экспар. Плюс руна. Да, плюс инвиз. Приятно. Плюс инвиз, в котором можно и СФ лопнуть сейчас, если туда сместиться всеми персонажами, если СФ сейчас задержится. О, нет, креста нет. Крест кулдаун тоже. Да, и крест тоже. А тем временем сверху здесь нападение какое-то на андерлорда. Уже приходит пак. Ну, андерлорд так вот, особо не волновался. Ну, как бы. Ну, нет и нет. Нападение и нападение. Процесс здесь все хэппу-паку сносит. Приходится урну юзать. Так, вот он весл практически готов. У виномансера осталось только рецепт докупить, и вот он все. Очень быстрый. Десятая минута. То есть у морфа, естественно, никакой защиты, там ничего нет. Будет тяжело сейчас. Но его идут гангать. Ему идут объяснять. Я шейкер. Шейкер. Наметит, оформляющий, стой и даггер. Ну, тоже нужно, конечно. Но вот сейчас веника могут убить. И весл к нему еще не прилетел. Вы опять здесь на халяву заберут. И морф не палится, как бы. Морф так. Ульту из заят. Ну да. Минус моментальный. Не успел. Тут все красные будут. Ульта плюс весл, если бы морфу досталось, было бы неприятно. Ну да. Но знаешь, это вот пятерка какая-нибудь веник, который вот так вот сделал, ультанул, все красные. Это немного, но это все-таки тройка веник. И у него нормальный такой нетворсый уровень. Тем более, а что еще делать сейчас? Рейдинг там. Для них это, возможно, лучшее, что они могут забрать. Потому что СФ вне досягаемости. Он где-то в лесах там. Папарацци пора, мне кажется, начать двигаться. Потому что вот его не хватает. Мне пассивно начали играть. Это стоять на лайнах, пока им дозволяют это сделать. Но я думаю, им беру... Вот они, все. Движение вниз пошло. Есть фильм «Движение вверх», а это движение вниз. Движение вниз. От четырех персонажей. Там Шейкер тоже дофармливает. Очень хочет этот ранний даггер. Шестой получил. Ну у него много. Да, даггер 600. Вот в этом как раз я и вижу сейчас все преимущество, по сути дела, Вич и гейминг. Так, понятно. Мне нужно перезайти. Им мне нужно перезайти, это уже завис. Понял. В этом я и вижу все преимущество Вич и гейминг. В том, что вот, да, может быть SF мог оторваться еще больше, но в целом он оторвается. Но вот Шейкер, у него не было бы все так хорошо, если бы не было такого в целом преимущества. Так, ну-ка. Надеюсь, нас запустят обратно в доту. Да, впустили, все равно. Так, атака вниз, пять персонажей. Ой-ой-ой, вот. Вил оф висп. Так, и минус два персонажа, котл отсюда. Ой, пак, то есть отсюда тоже не уходит. Хорошо, так мы успели подключиться вовремя. Успел? Да, ну, как бы под конец, под самый конец. Уже увидел, как там вил оф висп и два персонажа практически в таверне. Ну, да, вот она реализация. Вот тоже о чем ты говорил, это подключение пятерых. Но, правда, параллельно с этим, в принципе, андерлорд-то тоже нормально себя чувствует. В идеале бы низ просто оставить и давить две линии по миду, соответственно, и по топу. Но андерлорд молодец, он спушил тавер. Более того, кунка даже покусился на тавер в миде, хотя с таким началом, казалось бы, он вообще до вышки не дойдет никогда. Ах, фу, видят его, привязывают. Стан залетает. Еще раз можно. Еще раз. Еще раз можно. И вот так вот волну еще накрыть. И еще раз можно попробовать. Улетает здесь, отлично. Эмберспирит все сделал, шейкер. Ульту, ульту надо вязать. Тиманы нету. И ультимейт, сайланс. Вингу забрали, но и шейкера забрали. И в итоге он опять, он откатывается от своего блинка. Остается вот эта вот супернеприятная иллюзия Винги, которая тут будет помогать. Взбивает флазку Эмберспирит. Уходит. Там сайланс есть его пока. И дримкойл тоже. Нужно аккуратно быть. Янг продолжает фармить. Нас на топе. Змейки уже максит. И андерлорд. Тоже буквально чуть-чуть до пайпа, да. Противеник просто нужен. Прям то, что нужен. Кунка. Нападение на СФ, кстати. Четыре героя там. Да. Ой-ой-ой-ой-ой, ошибочка. И сейчас нужно Винги отсюда бежать. Пошли барабаны. От СФа. Блайнден Блайт. Отлично. Хорошо здесь. К себе подкинул. СФ классный с барабанами. Да, хороший такой артефакт. Но ускорение сейчас как раз таки в то-то самое давление смогут играть. Андерлорд доделал пайп. Нужно как-то теперь донести его и уже с командой, наверное, ходить. Слушай, ну кунка, вот он кунка. С таким началом, но все равно спылы у него сильные. Армлет. Вернулся. Сейчас БКБ сделает и попробуй там его пробей. Все-таки это кунка. С армлетом он нажимает. Нормально уже дэмэш наносит там по 3-4 сотни с плашом. А вот выход в смоках. Да, цепляют пака, но еще разок могут повторить. Повторяют. Пак ошибается. Вело виск хороший. Весел на кунку. Кунка ничего не успевает сделать. Пытаются. Хотя армлет. Нет, мне кажется, добьет. Да, добивают. Все-таки слишком много урона. И пайп только сейчас. А он бы так помог. Он бы так помог. У меня в этот момент все повисло, когда они заходили. На баунтеру не были. Там минус 2, да, сделали? Да, минус 2, минус пак, который чуть-чуть ошибся, его привязали. Ну, Эмбер очень силен под котлом. У него практически нет кулдауна на его вот эту привязку. Тут венга загуляла. Минус венга. Иллюзию тоже сейчас быстренько. Ну да, кулдаун 8 секунд, а снимает чакры 6, да, по-моему? 6. 2 секунды кулдаун. То есть, учитывая, что длятся 3 секунды, то ты из чинов не выходишь. Ты получаешь первый и тут же второй. И даже за секунду до окончания можешь получить. Да. 5000. Преимущество за Вич и гейминг. СФ 13 уровня, скорость атаки взял. БКП почти готова. Физически СФ будет, судя по всему. Тут надо Физоида будет пробивать этого морфа. Морф с Яшей. Будет блокенбар выходить тоже. Считай, там первым артефактом. Яша такой. Пол-артефакт. Ну да, на разгон. Здесь Алибарда БКБ делается у Андерлорда. Ну, Алибарда здесь не супер панацея, потому что СФ кастует, а Эммер Спирит дает фисты. Поэтому, может быть, БКБ сначала соберет. Андерлорд вообще сверху не уходит. Кажется, уже с Пайпом можно подключиться к своей команде и как-то помочь этим Пайпом. Потому что на тебя Вич и гейминг постоянно идут. Заманивают под Веника. Веника свапают. Венику дает раз касту. Он успевает дать раз касту. Возвращают его. Но как-то очень все криво сделали. Второй свап тратят на Кунку. В итоге Кунку уходит. Андерлорд шекер. Шикарный врыв с блинка. И здесь должны БКУ убить. Да, БКа забирают. Андерлорд жив. Но долго ли он будет жить? Учитывая, что Кунка, Пак и Винга уже погибли. Андерлорд очень поздно пришел. Янг там продолжает доминировать. Попадает там на Марфа, который попался на Свеймбер Спирита. Лоид вот здесь на стан. И на развороте Пак может лететь. Нет, нет. Здесь в одну калитку, два байбека от героя команды. Может быть, вот сейчас Эсэпа. Нет, слишком много. У Эсэпа Эсэнс Ринг. Да. И пытаются, пытаются. Ахфу. Ну, как-то. Нет. Нет, Эрмлетом не поиграют. Ахфу здесь тоже. Его сейчас заметят. Да, заметили. Без каких-либо проблем его заберут. В одну калитку этот файт прошел. Сейчас можно посмотреть, файт рекап вообще, сколько выиграли у нас в Вичигейминг. Кунка умер, байбекнулся, умер. Минус пять сделали. Ну, из-за веников файт рекап долго не появляется. Минус шесть. Минус пять. И еще и минус Кунка. И при этом два байбека. И это все на Шейкера, который уже купил свой блинг. А в принципе ничего там так сильно не потерял. Пять тысяч опыта на восемнадцатой минуте заработали. И получается три пятьсот по деньгам. Ну, невозможно играть в игру после этого будет, мне кажется. Ну, это какая-то критическая драка была, да, сейчас. Для ребят из Кингейминг такого очень трудно выходить. Марфа нет, с ровным счетом ничего. У него появится этот блокенбар, у него только дэмэдж с руки. У него нет там шутганов и так далее. Тут еще и веник с этим талантом. Кто-то просто мочит здесь. Да, андерлор. Сейчас опять хст будет. Сейчас опять получит там чакру. Через пять секунд. Не, его не отпустят. За ним пойдут. Не попал в Сиринг Чейнз. Не, не пошел. Да, связал бы там моментально смерть головы. Винга тут. Надеялся. Аванпост забирает. Там СФ в инвизе гуляет. Сейчас эту Вингу найдет, да. Я думаю, из трех люков. Если бы нашел Марфа. Да, папарацци тут ворует. Вики Цик. Ничего страшного. Иллюзию еще тоже добивает. 14 голды. Получает дополнительный бонус. Ну, иллюзия очень мерзкая. Она очень может много помешать. Там закрепскипить. Линию отпушить, да. Она еще будет жива. Ровно до момента, пока Винга не появится. Именно. Лучше забрать. 10 тысяча СФ с БКБшечкой. И делает Кристалис. Выбивает шмотки. Тер-2. Последние. Вымбрайз для Кунки. Философер Стоун. Виномансер с талантом на дополнительные варды. Ну, такой уже сверх неприятный. Так, тут цепляют пака. Ой-ой-ой. Два фисты, фисты. Селинг Чейнз. Все, пак моментально погибает. Монстр килл у Эвруса. 8.08. Тай, у тебя есть на шейкера. Который тоже приятно сделать. Не знает, куда выйти. Просто преимущество растет семимильными шагами. Из игры пора. Из игры можно. Тут очень много. Тут даже вот... Какое-то нужно... Нужно еще, чтобы и Вичи ошиблись, да? То есть в такой игре. А Вичи только все лучше делают с каждым разом. Андерлорд. Как поляржно себя уже Ян чувствует. Он просто фармит между Тер-1 и Тер-2 Товар. Андерлорда, кстати, не заберет. Он летит здесь. Немножко шейкер. Вот еще бы он успел продлить станчик. И могли забрать. Но не успел. В итоге. СФ снизу. СФ с БКБ. Будет ли как-то байк? СФ снизу. Котл сейчас туда еще придет. Вилл. Вилл. Висп. И шейкер телепортируется. И еще телепортируется Веник. Они все здесь. Убегают. Под Вардом все находят скингейминг. Все, шейкер. Браво. Сразу вилл. Висп. И минус 2 должны тут делать. Без каких-либо проблем. Венга там, она по идее умрет. Умирает Венга. Умирает Кулька. Ястики выпил у нее все равно. Слишком мало хп у него. Минус Тер-2 Товар. Ну, тут, мне кажется, игра уже подходит. Это все без Капарацци, который сверху просто Дизоль зафармил себя. И у него крит еще. Ой-ой-ой-ой. Он сейчас же просто с фистов будет убивать. Чтоб Кунг пробивать. Ой-ой-ой. Пак, на самом деле, может ошибку совершить, да. Есть у нее здесь... Ну, да. Надо было улетать все-таки. Руками. Не знаю, почему испугался. По-моему, там его Янг подрезал уже. У Тер-3. Андерлорд. Эмбер с Дизолем. Кстати, смотри, вообще, как, конечно, такой большой толстый булк Андерлорд. Они просто его не трогают. Вокруг него бегают. Ну, и пускай, кастуй там свой Файршторм. Мы тебя трогать не будем. Без разницы, но ты артефакты, ты все равно с своим тиммейтем в данный момент не поможешь. Причем у тебя один артефакт, только вот есть у него Пайп, да. Сейчас пытается собрать себе Алибарду, но Алибарду уже не суперкруто смотрится здесь. Ну, и что, и Дейдалус себе делает СФ? Все в дамедж, чтобы строение поломать быстро. Ауру не взял, вообще непопулярная эта аура, не знаю. Даже несмотря на то, что вот такая игра, все равно как-то не хотят. Да, мог бы спокойно, на самом деле, ауру взять, чтобы строение быстрее ломать. Но не захотел. На его совести, может, он лучше знает, чем мы. Падение на Андерлорда. На этот раз он не успевает распестоваться, и уже все, его здесь не отпустишь. Забираю того. Ори тоже викидсик. Папарацци там уже гуляют под товарами. С дезолятором испугался идти, потому что нет, не испугался. Нет, он подошел к котлу, чтобы тот ему перезалил. Чтобы наверняка, чтобы как бы и не подставиться, и одновременно с этим фраг сделать наверняка. Тимплей. Ну и вот он, заход на хайграунд. Там уже ставятся змейки с виномансером. Да, дополнительное. Приятно. Сейчас очень трудно подходить и паку, и вообще всем героям. Потому что двойные фесты ты моментально ловишь. И двойные чины, то есть. Да, и с критом от Энерспилы. Тауэр падает. Падает довольно-таки легко. Кунка не может подойти. Да вообще никто не может подойти. Блокенбар есть на эсэфе, ничего не боятся. Перо ловить. Можно, но трудно. Ой-ой-ой-ой, еще одни, и еще одни добавить. Крипы появились очень вовремя. Просто фортанул здесь наверняка паку. С счет этих крипов. Поймать здесь Энберспирита. Энберспирита можно здесь убить. Фесты успевают провязать и просто улететь отсюда. А, эсэф, дает ультимейт. Все под Фиром, все под Веловиспом. Никто не пытается убежать, герои, но не могут в страхе. В итоге минус Кунка, минус Андерлорд. Типа гейм. Да. Ну, браво, Вичи. Браво, Вичи. Тут, наверное, стоит начать с Ори, как он свой лайн отстоял. Просто великолепно. С первой минуты тут, мне кажется, было понятно, к чему эта игра идет. Очень крутой выбор Веномансера. Опять же, Веномансер Шейкер. Просто с Аллазами доминировали этого морфа. На медиа тоже лайн проигранный был сверху лучик света. Но, опять же, стояли они абсолютно на равных. Им реформил. В общем, 2,5 лайна выиграли они со старта. В общем, салат. И совершили свою игру. Да. Вот такие вот матчи сегодня получились. Вичи Гейминг, соответственно, становится 3-1 у них счет. И 0-2 у Кинг Гейминг. Три команды. Кинг Гейминг, Кастер и Оушен на данный момент без очков вообще. Не выиграли ни одного матча. Завтра CD и Лига продолжатся. Так что ждем всех опять. О, не завтра, даже раньше. Завтра в 8 утра по Москве. С ума сойти. Завтра играют, между прочим, с Perking Arrow Gaming. Первый матч против Кинов. Вот это будет интересно посмотреть. Потому что вроде бы саги 5-0 идут. Но все еще они не являются такими прям записными фаворитами. Ну, в общем, посмотрим, что они там напридумывают. С вами сегодня были MailStorm и Smile. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.